Полный вперед! Добрый день, дорогие друзья! Долго думала, как же снять очередной ролик. Дело в том, что тема, которую я пообещала, закончить тему безопасности, когда человек обвешивает машину иконами, обвешивает разными молитвенными приборами, молитвочками, обращается к заговорам, приговорами, к ангелам, к архангелам, к проводникам, кому только не обращается. Я пообещала на эту тему вам дать расклад, как же все-таки и что же здесь работает или не работает в принципе. Вы знаете, тема настолько щепетильная, особенно если учесть наше общество, которое очень любит манипулировать и чувствовать себя оскорбленным в своих религиозных убеждениях, либо же в каких-то непонятных чувствах, которые они успевают придумать за это время, либо кто-то им чего-то должен и к этому приплести, что ты можешь, что ты не можешь делать в интернете и так далее. Поэтому я вот думала, думала, как корректно донести ту информацию, которая в принципе может быть полезна и в то же самое время может задеть какие-то личные интересы внутри человека. Ведь на самом деле тема очень щепетильная. Я решила ее все-таки построить не в режиме, я вам сейчас вот это все расскажу, вы мне скажете, а докажи. Я решила вот эту тему построить в виде вопросов. В виде вопросов, потому что в принципе у каждого человека есть голова на плечах. И эта голова и разум нам дан не кем-то, а богом для того, чтобы мы ею думали, не просто в нее ели. Поэтому я буду задавать вопросы, а вы каждый ответьте на них сами. И в процессе получения ответов я думаю, что вы для себя выстроите какую-то концепцию, как вам все-таки оформлять ваш автомобиль с точки зрения безопасности. Что и как будет работать и за что и как вы будете платить. Итак, в этом мире есть иерархии, я думаю, вы согласитесь с этим. Есть более высокие ранги и социальные, и духовные. Есть более низкие ранги. Есть, скажем так, божественный план. Назовем его седьмым, мне цифры очень нравятся. Есть какой-то план законов, сводов, правил, по которым строится эта игра. Назовем его шестым. Есть какой-то тонкоматериальный план. К нему будут отнесены все великие, посвященные, просвященные, проводники, ангелы, архангелы. Все то, что мы не можем физически видеть глазами. Вот этот тонкоматериальный план мы назовем пятым планом. И ниже уже будет по иерархии человек. Ну и, соответственно, потом дальше мир природы. Вот если взять за основу достаточно такую логично выстроенную иерархию, то дальше возникают вопросы. Вот между планом человека и планом Бога есть тонкоматериальный план и есть план законов. Вот как-то это так работает. Когда мы садимся в автомобиль и ставим вокруг себя иконы и обращаемся в молитвах к Богу, мы куда обращаемся? На седьмой план, очевидно. Мы же к Богу обращаемся, да? С Богом у нас прямые взаимоотношения. Мы Ему служим. Мы пришли от Него с Его разрешения для того, чтобы учиться. И через свод законов и правил Он нам даровал закон свободы выбора. Он нас ни в чем не ограничил. И это здорово. Но ведь, когда мы ставим икону, зачастую мы обращаемся к иконе. Иконе может быть святой. Святой – это какой план? Это же уже не Бог. Это же уже тонкоматериальный объект. А если мы обращаемся к силам Духа, природы, к силам воды, к стихии, к архангелам, к кому мы обращаемся, к какому плану? И это тоже не Бог. Хорошо, господа. Этот план уже ниже законов лежит, да? Этот план и Бога разделяет свод законов и правил. Так вот, господа. Этот план и тонкоматериальный план, и соседние планы, и план растений, животных, точно так же, как и люди, напрямую подчинены Богу и служат Богу. И между собой мы можем взаимодействовать только на основании каких-то договоренностей. Ты мне, я тебе. Вот когда мы вот так обращаемся к какому-то плану, мы говорим, ты нам помоги, вот проводи нас, да? А взамен что? Вопрос. Скажите, а вот нельзя ли так заключить наши договора и так выстроить отношения, чтобы он вроде мне помогал, но я взамен ничего? Что для этого надо? Правильно. Для этого надо работать через Бога. Опять подсказка, видите как? По сути дела, вот если вы начнете рассуждать на эту тему, то она приведет к вас к серии следующих вопросов. Ну, чтобы уже закончить эту тему, смотрите, абсолютно будет безопасно, и вы никому ничего не должны, если все договоренности с пятым планом вы заключаете через Бога. Сперва вы обращаетесь к Богу и договариваетесь с Богом, и с Божьей помощью, и с Божьего разрешения вы обращаетесь к пятому плану. И тогда пятый план служит Богу, вы служите Богу, и при этом вы взаимодействуете, и там, и там все хорошо. Во всяком случае, я вижу такой вариант. Если вы найдете еще какой-то вариант, ну, значит здорово. Этот вариант самый безопасный, рабочий. И опять-таки отражением такого варианта будет являться молитва, классические варианты обращения к Богу. И это тоже будет работать, это будет защищать, и будет защищать, понимаете, будет защищать механизм, который будет включаться в вас, механизм веры. Чем больше вы верите, тем больше вы под защитой, потому что этот механизм является ключевым в нашей психике. И механизм веры именно в то, что вы в безопасности. А каким образом он включается, да? Главное, чтобы он включился. И вы за это ничего не платили. Вот. Если вы углубитесь, действительно будете рассуждать на эту тему, углубитесь в нее еще дальше, захотите задать вопросы Богу, так все-таки что же в этом мире правильно и неправильно, а что же хорошо, а что такое плохо, а что же, а как же, и вдруг, особенно если вы углубитесь в вопросы, так что же для Бога хорошо, что такое плохо, вы не представляете, какой пласт информационный можно в данном случае открыть. Открыть не где-то снаружи, а открыть в себе. И в дальнейшем проработать те неэффективные убеждения, которые ограничивают вашу связь напрямую с Богом. Более того, вы сможете заметить те подмены, которые существуют в нашем обществе, когда между вами и с Богом становятся третьи лица. На этом я прекращаю данный видеоролик, так как живу я в нормальном государстве, где ключевыми являются две базовые религии. И не люблю я конфликтов. Люблю людей, люблю этот мир, люблю эту жизнь, люблю эту игру. Благодарю за внимание. С вами была я, Наталья Зайцева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова